Мы создали специальный отдел по борьбе с Израилем, но его руководитель оказался агентом Моссада. Всего пару-тройку месяцев назад мы ржали над этим заявлением бывшего президента Ирана Ахмани Джада, когда он жаловался, что вот, понимаешь, создали спецподразделение, руководитель оказался израильским агентом. Действительно, как тебе такое, Илон Маск? Тогда мы смеялись над тем, насколько недоразвитая страна Иран и насколько крутой Израиль, что смог внедрить своего агента прямо в руководители отдела по борьбе с Израилем. Но ведь с минуты на минуту мы можем получить новость о том, что отдел по переговорам Соединенных Штатов Америки с Россией может возглавить российский шпион, может возглавить тот человек, который борется за присоединение Крыма к России, за то, чтобы Россия закрепилась на оккупированных территориях, получила право распоряжаться Донецкой и Луганской областью, чтобы в распоряжении россиян оказались миллионы украинцев, которых они могут пытать резать все, что угодно делать. И этот человек может оказаться, пусть не главой переговорной группы, как мы сегодня выяснили, а, предположительно, советником по украинскому вопросу. Как тебе такое, Илон Маск? Над какой страной мы тогда должны будем смеяться? Или уже это получится над собой? Но, впрочем, смеяться всего в начале сегодняшнего выпуска не получится, хотя сегодня и понедельник, даже понедельники россияне нам испоганили, ведь старался я начать с абсурдных, смешных, хоть как-то забавных новостей, чтобы настроение вам по понедельникам поднять, тем более понедельник-то у нас сегодня еще и с экстренными отключениями электричества в Украине получился. Но нет, к сожалению, и сегодняшний понедельник придется начать с ранжирования городов по числу жертв. Да, наших украинских городов. Пятеро человек убиты в городе Николаев. Россиянами. В результате вражеской атаки возникли пожары в домах, погибли пять человек, одна женщина ранена, сообщил об этом нам Ким, что есть пожары в жилых домах, все службы на местах. Россияне в очередной раз атаковали Николаев дронами. Массирована атака дронов и пятеро убитых жителей города Николая сегодня. В Запорожье тоже один человек убит сегодня. Среди пострадавших дети. В результате российских авиаударов по городу Запорожье минувшие ночи один человек погиб, по меньшей мере девять пострадали, сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Три удара по Запорожью нанесены в час тридцать ночи, когда люди, естественно, спали или пытались спать. Да, среди пострадавших девушка 15 лет, мальчики 4-летний и 17-летний парень, число пострадавших выясняют, что в результате обстрела взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, по режиму общежития и здание автосалона. Ну и Кривой Рог. Там вроде бы пока на момент записи этого видео без погибших, но Зеленский отреагировал на удар по родному городу. Агрессор опровергает свои заявления о дипломатии, говорит Зеленский. Каждый день, каждую ночь Россия оказывает одинаковый террор. Разве что все большее количество гражданских объектов становится мишенями, Россия стремится только к продолжению войны, и каждый ее удар опровергает любые заявления из ее же дипломатии. Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора. И более крепкой поддержки мира для того, чтобы дипломатия стала реальной и сильной. Да, без принципиальных решений и сильной поддержки Украины Россия не будет иметь мотива искать мира, а будет искать только новые мишени. Россия ищет и находит в лице детей, в лице женщин, в лице мирных жителей Украины. Россия постоянно находит для себя новые мишени. И сегодня ночью тоже. Что-то у них, к счастью, пошло не так. Они поднимали сегодня бомбардировщики стратегические, чтобы уже сбрасывать на нас ракеты, но ракеты почему-то не сбросили. Почему? Хрен их знает, товарищи. Не буду вам сейчас никаких теорий и заговоров рассказывать. Не знаю, не знаю. Но наши электрики уже сделали экстренное отключение электроэнергии на случай, если они попадут россияне в какие-то объекты. Вы знаете, нам кто помнит зиму 2022 года, тогда наши тоже научились уже ближе к концу зимы отключать заранее электричество, чтобы как бы не в момент удара не работали какие-то агрегаты. Соответственно, их тогда было бы легче восстановить все остальное, зная, что вот этот агрегат разрушен. Но сегодня, к счастью, все это не понадобилось. Мы, впрочем, тоже удачно сегодня бомбанули. Судя по всему, мы отбомбились по аэродрому Энгельс, тому самому аэродрому стратегических бомбардировщиков. И, кстати, возможно, тут уже догадка, что именно это и остановило россиян. То есть наши беспилотники сегодня отправились в Энгельс. А россияне, как известно, отбомбившись, должны были бы сесть в Энгельсе. Они летят откуда-то там из Мурманска, да, обычно потом типа садятся в Энгельс. И вот мы на Энгельс направили беспилотники. Они в Саратове, россияне, закрывали аэропорт международный в связи с бомбардировкой и беспилотниками. Может быть, что мы смогли распугать стаю очередных российских убийц. Может быть. А на фронте 1770 россиян. По-моему, это очередной рекорд. 1770 россиян за один день ликвидировано убитыми и ранеными. Четыре танка, 40 БТР, 34 артиллерийских орудия. Скорее всего, все события эти связаны с боями в Курахово, где сейчас нелегко. Идут прямо уличные бои. Россияне прорываются в Курахово на технике. Но тоже не надо, ребята, как говорится, прям совсем уж паниковать. Потому что, ну, Курахово, да. Еще одна точка обороны. Еще один пункт обороны украинский. Вот там сегодня идут бои. И, к сожалению, кроме того, что наши уничтожают врагов, гибнут и наши военные. Я вот вчера перечислял так называемых хороших русских. Ну, давайте так, извините за выражение. Тех, кого мы все-таки в России относим не к нашим врагам. И я забыл, вчера забыл, и вы мне напомнили, написали мне письмо. Спасибо за это письмо. Упомянуть тех, в том числе людей, которые иногда пишут мне письма. Людей из русских добровольческих батальонов «Легион свободная Россия». Что там еще, не помню. Ну, вы поняли. Вот их я забыл упомянуть. А ведь их нужно было упомянуть на первом месте. Раньше, чем тех, кто сидит в тюрьме, как политзеки. Раньше, чем тех, кто эмигрировал. Тех, кто с оружием в руках сегодня сражается рядом с украинскими воинами. Бок о бок, так сказать. Плечом к ключу, как иногда Путин любит говорить с украинскими воинами. Сражается и за свободу России, но в конечном счете, естественно, за территориальную целостность Украины. Уничтожая российских агрессоров. Да, забыл я вас вчера упомянуть, простите, сегодня исправляю свою ошибку. Но все же не могу не упомянуть уже и в таком, более лирическом, извините за выражение, контексте. Но не могу я без этого, не могу я без этого смеха, простите меня. Ну, хотите, ну что сделаете со мной? Ну, подпишитесь на канал Шетельман, чтобы я меньше, может быть, смеялся. Может быть, больше чувствовать буду свою ответственность, когда у меня появится миллион подписчиков. Сейчас 533 тысячи. Вчера только стало 533 утром, а сегодня уже есть шанс, что будет 534. Потому что я сегодня кое-кого давал интервью, и меня так сразу... Пожалуйста, подпишитесь на канал Шетельман. Надеюсь, что это поможет мне стать добрее, цельнее ничего никогда не забывать. В Литве, что я про русский-то заговорил уже в ироничном ключе, потому что в Литве прошел тайный, тайный съезд этой самой Юлии Навальной. Секретный форум Юлии Навальной в Вильнюсе, на котором были представлены, в частности, Яшин и Милов. Или Милов, не знаю точно. Значит, форум был тайный. То есть проводят форум, но в секрете от всех остальных. Чтобы, не дай бог, никто не узнал, что в Литве проходит форум русской оппозиции во главе с Юлией Навальной. А откуда об этом стало известно? Потому что участники форума, видимо, подписку о неразглашении не давали и стали постить селфи. Вот фото с вице-президентом Фри Раша Владимиром Миловым опубликовал сотрудник ФБК Дмитрий Низовцев. Ну и там еще какие-то, я просто не всех знаю, естественно, по именам. Но они стали друг друга постепенно сливать. Почему форум русской оппозиции в России проходит тайно, я могу понять. Подпольщики, революционеры в Челябинске собираются и на кухне тайно обсуждают, что Путин вор, негодяй и убийца. Понимаю. Тайный съезд оппозиционеров внутри России. Понимаю. Тайный, потому что там полиция, жандармы и все такое сразу по сайту отправят в Сибирь. В Вильнюсе почему форум тайный? А, видимо, говорят то, о чем нельзя говорить. А о чем же нельзя говорить российским оппозиционерам, находясь в Евросоюзе, в стране НАТО? О чем они боятся говорить слух? О чем они боятся, что узнает общественность? Или боятся, что их кадр застебет окончательно? Или боятся, что там всплывут новые милые подробности их финансирования? Или боятся, что они тоже будут обсуждать, какие бы территории России отдать в рамках сделки Трампа и Илона Маска? Что-то такое, что ли? Очень странные. Очень странные дела. Хотя сегодняшний, как вы видели, выпуск в основном посвящен фильму «Звонок», а не фильму «Очень странные дела». Но и тот, и другой фильм, в общем-то, мистика с элементами ужасов, хотя в «Звонке», пожалуй, ужасов больше. Поэтому давайте так, вот это событие форума Юлии Навальной в Вильнюсе, тайный, секретный, по секрету, по секрету от всех, мы отнесем к разделу «Мистика», а к разделу ужаса мы все-таки отнесем тот самый звонок, те самые звонки, которые то ли есть, то ли нет. Прямо как звонки Шрёдингера, есть коты Шрёдингера, а есть звонки Шрёдингера. Звонок Трампа Путину, он то ли состоялся, то ли не состоялся. Большой секрет, у мамы есть секрет. Но всё-таки давайте, немножко таких олиповатых новостей, понедельник, день тяжёлый, понимаю, до звонков дойдём обязательно. С ними много мистики. Нет, то была мистика ужасов, ужасов для нас связаны со звонками, которые есть, то ли нет. Но пока я вот про Руанду хочу сказать. Меня Руанда сегодня беспокоит. Руанда, кто помнит, там был страшный геноцид, когда Хуту перерезали больше, чем миллион тутси. По этому поводу были потом всемирные процессы, мы за этим следим, потому что надеемся, что это был суд в Гаге. Мы надеемся, и отдельный трибунал по Руанде в Гаге, по-моему, был. Не помню, в Гаге или нет, здание его в Танзании находится в оружии. И очень хочется, чтобы такой же был трибунал по России, мы во всё это верим. Но Руанда, похоже, решила второй раз наступить на те же грабли. Итак, внимание. Россия займётся созданием Центра ядерной науки и атомной электростанции в Руанде. Государственная компания России «Росатом» подписала соответствующее соглашение с Руандой. То есть Руанде не хватило одного геноцида? Они хотят пустить к себе «Росатом»? Уважаемые Руанды, если вы меня там сейчас слушаете, есть у меня зрители в Руанде вообще? Передайте там кому-нибудь, кто ещё там выжил в Руанде, что «Росатом» — это террористическая организация, что это опаснейшие террористы, которые пытали наших работников на Запорожской атомной станции, которые захватили Чернобыльскую атомную станцию, чтобы сделать из неё грязную бомбу. А наших работников посадили там за решётку в этот момент. И вы реально хотите пустить к себе в Руанду «Росатом»? Вам мало одного геноцида? Серьёзно? Вы хотите ещё и россиян к себе с их атомной энергетикой? А вот Олаф Шольц, он совсем другой. Олаф Шольц, в отличие от меня, добрый человек. Уже, видимо, у Олаф Шольца есть миллион подписчиков. Я не знаю. Поставьте лайк за эту фразу мне. Не знаю, почему Олаф Шольц такой добрый, в отличие от Шетельмана, но Олаф Шольц вообще не обиделся на Илона Маска. Вообще, говорит, я совершенно на Маска не обижаюсь. Дураков, говорит, не обижаются. Нет. Хорошо. Значит, в мире, в котором мы живём, говорит Олаф Шольц, интернет-компании не являются органами государства. Поэтому я вовсе никак не принял это к сведению, говорит Олаф Шольц. Интернет-компания, скорее всего, имеет в виду социальную сеть «Х», бывший твиттер, купленный на российские деньги Илоном Маском. А почему вообще Шольц об этом заговорил? Он же, кажется, в Германии, да, казалось? Объясняю. Потому что до этого Маск написал в своей соцсети в Твиттере следующее. Сейчас я это попробую найти. Короче, он написал на немецком языке, но мы на немецком цитировать не будем. Он написал, что Олаф Шольц глупец. Глупец, пец, 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 глупец. Потому что в Германии распалась правящая коалиция, идут разговоры о досрочных выборах, и Илона Маск прямо пишет «Олаф Шольц глупец». Вот заметьте, какая удобная позиция оказалась у Илона Маска. Он не государственный служащий. Он вообще сказал, что он на официальную должность не пойдёт, сегодня прошли сведения, что он не пойдёт на официальную должность в администрации Трампа. Почему не пойдёт? Потому что если ты идёшь на официальную должность в администрации Трампа, ты должен передать в управление свои активы. Не управлять сам Твиттером, не управлять сам Теслой, не управлять сам всеми этими старшипами, а кому-то их передать, чтобы не было конфликта интересов, если ты занимаешь официальную государственный должность. И сейчас объясняется чем? Ну не может же Илон Маск бросить свое детище, великую компанию Тесла и великие космические корабли своей мечты. Не может ни на кого оставить. Не в этом дело, ребята. Прекрасно бы он на кого-нибудь оставил бы. Но как только он оставит на кого-то Твиттер, то тот, на кого он это оставит, это будет некий трастовый фонд или кто-то, независимо, естественно, получит все данные о том, на чьи деньги Твиттер куплен. И станет ясно, на кого на самом деле работает Илон Маск. Поэтому он не может отойти оттуда. Он должен охранять тайну Твиттера, как самое святое, что у него есть. Слушайте, он когда марсиан найдет на Марсе, он не будет такой тщательностью охранять этот секрет, как сейчас он охраняет тайну того, кто же профинансировал Твиттер. И вот он у себя в Твиттере пишет, Олаф Шольц глупец. Глупец, пец, пец, пец. А Олаф Шольц говорит, а я на дураков не обижаюсь, я на дураков не обижаюсь. Но сам уровень дискуссии, сам уровень дискуссии оцените. То есть теперь у нас сейчас по влиятельности, наверное, это второй человек в мире, Илон Маск, после Трампа самого. И он прямо говорит, ты, значит, глупец, ты дурак, ты такой-сякой, ты пятый, ты десятый. Вот на таком уровне сегодня управляется мир, к сожалению, через Твиттер. Твиттер правит миром. Кто мог подумать, да? Да еще вот таким способом. Не зря покупал, но и россияне хорошо вложились, мне кажется, молодцы. Знали, во что вложить свои нефтяные кровавые денежки. Хотя я думаю, что с ворованного зерна и ворованной черешни, деньги с ворованного зерна и ворованной черешни пошли на покупку украинского, естественно, пошли на покупку Твиттера Илоном Маском. Ну а остальные страны, в то время как в Америке происходит вот вся эта послевыборная, варится послевыборный пирог, так сказать, готовится послевыборный пирог. Остальные страны мира решили спасать обломки былого величия. Франция, которая объявила вчера, что поставит нам еще некоторое количество ракет Скальп, правда, потом выяснилось, что это будет около 10 ракет. Ну прям 10 ракет, и мы можем, ну, один аэродром разбомбить хорошо. 10 ракет Скальп. Но тут их грех упрекать, потому что них просто больше нет. Я думаю, что это они вот сколько производятся, столько и отдают сейчас. Их всего на момент того решения, когда Макрон, слава богу, принял решение, что дает нам ракеты Скальп, их всего было порядка 500 штук или 500, тут уже кому как больше нравится, на вооружение французской армии. Соответственно, 10 это для них много. Но они тогда дали, скажем, 100, и дальше вот по 10 производят, по 10 выдают эти самые ракеты Скальп. Но это решение было принято вчера Макрону. А дальше Макрон и Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, в понедельник, это сегодня, собираются обсудить, можно ли убедить американского президента Байдена до того, как тот покинет Белый дом, разрешить Украине наносить удары вглубь территории России британскими дальнобойными ракетами Стормшеду, ну и, по всей видимости, французскими Скальпами. Почему? Потому что в этих ракетах, хоть они британские и французские, есть американские составляющие. Соответственно, нужно разрешение трех стран, Британии, Франции и США. Британия и Франции дали свое разрешение еще в сентябре на то, чтобы бить вглубь территории России, даже в августе, когда, помните, были знаменитые, помните, в сентябре были эти знаменитые переговоры в Германии, да, когда Байден доехал с опозданием, а из-за того, что американцы не дали добро, мы не можем бить туда вглубь. Вот они пытаются убедить сейчас Байдена, что, типа, братан, ну напоследок тут ряхни стариной, тебе уже какая разница? Ты все равно идешь на свалку истории, потому что ты проиграл, братан, все, проиграл. Ты идешь на свалку истории, и перед этим хорошо бы разрешить нам вот это дело. Тем более, что отдельно, сразу, это из хороших новостей, какие-то обломки было увеличие, администрации Байдена нам сейчас достаются. Нам сказали, что на 6 миллиардов нам все-таки что-то выделят, оставшиеся 6 миллиардов финансирования нам каким-то способом доставят, и сказал об этом уже не кто-то неофициальный, не какая-то газета написала, а конкретно этот Салливан, советник Байдена по национальной безопасности, тоже уходящая фигура, естественно, в такое политическое небытие как минимум на 4 года, он сказал, что да, 6 миллиардов мы успеем Украине передать, это раз. Второе, Пентагон, я не понял, заявил ли это кто-то неофициально напечатал, но 500 ракет для патриотов и насамцев нам передают, чтобы нам хватило до конца года отражать российские атаки, а дальше уже Трамп. То есть даст, не даст, это уже все будет в руках Трампа. Итак, напоследок 6 миллиардов, напоследок 500 ракет, напоследок хорошо бы, чтобы Байден разрешил нашим французским и английским друзьям, которые уже разрешили, бить нам вглубь территорию России, но все это, конечно, натыкается некоторым образом на те видео, которые я видел сегодня. Сегодня кто-то выложил, не помню на каком канале, но, наверное, как всегда у Невзорова, где еще такие хорошие видео выкладывают, выложили видео, как идет по пляжу Байден. Но это я на высоте 6 километров, когда в Перу был, у меня отказала вся эта нервная система, я ходил вот так вот, вот так примерно ходит Байден по пляжу. И его нужно подхватывать, чтобы он шел. Это очень грустная и печальная картина реально, что с ним произошло физически и физиологически. И там даже кто-то высказывает версию, как выяснилось, там внутри, в нервах демократической партии. А если Байден сейчас уйдет в отставку, чтобы дать Камале Харрис шанс стать первой женщиной президентом? Это был бы красивый, кстати, политический, ребята, ход. Но я с трудом верю, что это состоится, но вот там, в штабе демократов, задумайтесь, представьте себе, что сегодня вы, ваш Байден уходит в отставку. У вас остается до конца января еще два месяца и десять дней до инаугурации Трампа. Два месяца и десять дней. Править будет кто? Кто? Президентом будет Камала Харрис. Камала, Камала, хорошо. Камалу Харрис приводят к присяге. Она становится первая женщина-президент. То есть точно уже демократы закрепили за собой крутое решение. Первая женщина-президент, она от демократов. Это раз. Второе. Пройдет четыре года после Трампа. И народ такой в Америке скажет, а при Камале-то жилось-то как хорошо. Те два месяца, помните, как мы жили-не тужили? Ну, почему нет-то, собственно, два месяца, аж можно как-нибудь... Пустить пылишку в глазки, в глазенки. Вот. Поэтому это было бы красивое решение. Жаль, что, скорее всего, на такие крутые решения... В прошлый раз он Байдена сколько уговаривал. Его уговорят, и он 20 января скажет, все, я готов уходить. Пока поймут. Вот, слушайте, я правда, я опасаюсь, что... То же самое случится с этими ракетами. Приедут к нему, позвонят, приедут к нему Стармер и... Макрон, кстати, вместе. Я бы им рекомендовал все-таки слетать. Потому что, может, тогда можно на месте его прижучить, чтобы он подпись поставил. Потому что вы будете звонить и скажете, да, обязательно сейчас все. Но у него же на линии Илона Маска-то не будет, который осуществит это решение. Поэтому ехать надо, ребята. Что бы вы там себе не думали, а ехать надо вам сейчас в Америку. А то ведь все. Скоро Маск, скоро Маск, скоро Маск, и дальше конец. Да. Значит, Маска назначат в один из так называемых комитетов голубой ленты, который, я первый раз слышу такое выражение, простите, который готовит рекомендации правительству США по спорным вопросам. И вот боюсь, что ему поручат именно это. Вот как этому представителю, агенту Масада поручили заниматься борьбой против Израиля в Иране, так Маску могут поручить именно переговоры против Российской Федерации. И тогда будет вообще ситуация. Ведь, заметьте, от России переговоры вел в прошлый раз Абрамович в Стамбуле. А теперь, значит, от Америки будет Илон Маск. И вот сядут Абрамович с Илоном Маском и начнут. Я представляю себе даже, как они будут делить украинство. С каким удовольствием они будут делить. Боюсь, что у них все получится. Но Абрамович хотя бы честно сидел со стороны России. Это потом его пытались отмыть в Украине зачем-то некоторые товарищи. Или что Абрамович нам помогает. Мы же понимали, что Абрамович это представитель РФ. И на переговорах между Россией и Украиной он сидел со стороны какой? Со стороны стола? Со стороны стола Российской Федерации. Под флажком Российской Федерации. А Илон Маск будет сидеть типа под американским флажком на этих переговорах. Да. Маск присутствовал в комнате, когда несколько мировых лидеров звонили Трампу. А также участвовал в приятии кадровых решений. То есть уже Маск назначал администрацию, чтобы вы понимали новую. Источники рассказывают, что Трамп очарован Илоном Маском. Мы должны защищать наших гениев. У нас их не так много, сказал Трамп. Ну что ж, я помню, что Путина очаровано Абрамовичем. Трамп очарован Маском. Дальше. Теперь сообщения начинают сыпаться. Сейчас мы дойдем до темы фильма ужасов «Звонок 3». Но сначала еще новости помельче из того же раздела. А США этот пресс сообщает. Это Трамп хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров в первую же неделю работы в качестве президента. То есть видите, все-таки скидочка вышла. Не в 24 часа, а уже первая неделя. А это уже 7 раз по 24 часа. И он только в эти 7 раз по 24 часа собирается усадить, а не остановить войну. Есть некоторая такая разница. То есть как бы обещание так несколько растягивается во времени. И не сразу до того, как я стану президентом, а в первую же неделю работы в качестве президента. То есть все обещания Трампа тоже надо делить на 4 года. На 4 года надо делить обещания Дональда Трампа. Главное у нас одно. Он продолжит в это время поставки оружия или нет? Если продолжит, пусть усаживает нас за стол переговоров с Россией. Мы посидим. Нам что, у нас будет Маск, у них Абрамович, а мы тоже посидим по ОКМ. А в это время в Америке, ну вот это вот понедельничная чистая новость. Те, кто не хочет жить под властью Трампа, такие и есть. То есть, на что есть люди, которые говорят, мы при Трампе не хотим. Я, кстати, помню, что в прошлый раз истерики было гораздо больше. Я помню, как тогда, 4 года, нет, 8 лет назад, когда выиграл Трамп выборы, прям публиковали какие-то звездные люди, что типа все, я уезжаю из Америки и так далее. Я, честно говоря, не знаю, уехали они из Америки, не уехали они из Америки в результате. Или просто так поболтали. Я каждый раз к такой панике отношусь, честно, философски. Ну типа, ну сегодня этот, завтра другой. Мои израильские друзья частенько этим грешат. Там выберут очередной раз не Таньягу. И такие куча постов. Все, я уезжаю из Израиля, потому что раз не Таньягу. Но потом глядишь, человек, ну куда он уедет? У него ипотека, у него там еще что-нибудь. И уже он никуда не уехал. Так и сейчас. Вот сказали, что вроде Том Хэнкс сказал, что он уезжает. Оказалось, что все это фейк, никуда Том Хэнкс не уезжает. К тому же непонятно было, это настоящий Том Хэнкс или тот Том Хэнкс, которого при помощи искусственного интеллекта создал Зимейкс. В своем знаменитом, да, фильме «Здесь и сейчас», по-моему, называется фильм. Какой там Том Хэнкс выезжать собрался. Но, так как паникеров хватает везде, то и в Америке есть паникеры, которые собираются уезжать на 4 года из Америки. Им предложили специальный тариф. 256 тысяч долларов. За 256 тысяч долларов. То есть даже не так-то и много. Вы можете сесть на корабль, который называется... Не, ладно, сейчас не найду. Одиссей. Одиссей. Корабль называется Одиссей. И на корабле Одиссей вы на 4 года уплываете из Америки. За 256 тысяч долларов. Всего-навсего. Кстати, не так дорого. Если подумать, что такое 256 тысяч долларов. Делим на 4 года. Это по... Ну, грубо говоря, по 40 тысяч долларов в год. Не, 60. 60 тысяч долларов в год. То есть 5 тысяч долларов в месяц. И вы на всем готовеньком. В смысле, вам дается каюта, хавчик, все. Да еще там всякие бассейны, дискотека. Ура-ура. За 5 тысяч долларов в месяц. Вы на 4 года просто выпиливаете себя из Америки. При этом вы посетите 140 стран. Интернет там есть. То есть, если хотите, работаете. И у вас уже никакого Трампа. А вы в нейтральных водах, как говорится. Вот такое оригинальное предложение. Там уже пошли, кстати, пошла конкуренция. Потому что так оказалось, что есть еще тариф промежуточные выборы. Для тех, кто согласен вернуться после выборов 2026 года, когда будут довыборы там куда, в Сенат, по-моему, да. Есть и такой тариф. Там тариф 150 тысяч долларов, а не 256. То есть, как бы чуть дороже, чем если на 4 года. Лучше берите сразу на 4, если собираетесь уезжать. Но в целом я подумал, ну, так может и устроить демократию в мире. А то, что у нас за демократию? Раньше была демократия. А теперь, понимаешь, 51% проголосовал за одного человека, а 49% за другого. И 49% такие, вот, ненавижу эту страну, не могу здесь жить. Через 4 года наоборот. 51 на 49 в другую сторону. И теперь уже те говорят. Пусть каждый раз все половины уплывают. Кстати, по баблу получается. Я вот посчитал. 256 тысяч долларов, если заплатить за каждый круиз, то, если все, кто против Трампа, а это типа 48% населения США, заплатят по 256 тысяч долларов, но население США это 340 миллионов человек, то это примерно 40 триллионов долларов. Казалось бы, очень много, 40 триллионов это капец, но это 10 триллионов в год, 10 триллионов. Но ВВП США в год 28 триллионов. Так эти люди примерно столько ВВП и создают. То есть они как бы уедут и просто этот ВВП временно создавать не будут. А в следующую каденцию, например, победили, они подъедут к выборам, проголосуют, тем более они же такие, размножились на корабле, значит, как Ноев Ковчег, такой причаливает обратно, голосуют. И теперь уже уплывают, наоборот, сторонники республиканской партии. Если так сделать во всех странах, вообще будет круто, правильно? Вот только у нас, как с россиянами, непонятно. Россияне должны уплыть куда-нибудь и с ним купить, вот, слушайте, есть деньги у кого-нибудь в мире? Сколько же потрачено на эту войну? Их там всего 100 миллионов осталось. По 256 тысяч долларов, это сколько, если 100 миллионов человек отправить? Нет, дорого, да? Все равно не проходим по деньгам. Так бы я отправил всех россиян на круиз, всех сторонников войны и Путина, в смысле. Сколько их там? Ну хорошо, 80 миллионов, правильно? Всех круиз не пускай плавают, вот там в кораблях. Но на берег не пускай, не пускать. Фух, ну хорошо, добрались мы, к сожалению, и до звонков. Вот эта штука, которая сейчас выглядит, как некий политический цирк, это звонки друг другу, всех подряд мировых лидеров. Рассказы о том, что было во время этих звонков, укрытие и скрытие того, что было во время этих звонков. И отрицание того, что эти звонки вообще были. Любители фильмов ужасов, к которым я себя не отношу, я думаю, помнят фильм «Звонок» 2002 года. Действительно прогремел. У него сборы были 250-300 миллионов долларов, при бюджете 50 миллионов, что, конечно, уникальное для Голливуда такое соотношение цифр. И сюжет там какой-то, ну вот, прям как я максимально не люблю, ни черта не понятно. Смотришь какую-то кассету, кто посмотрел кассету, тому раздается звонок, ему сообщают, что осталось 7 дней, и через 7 дней он умирает. Проклятие избежать невозможно. Эту кассету смотрят, если они знают, что так обстоят дела. А тут уж я не в курсе, простите. Ну вот звонок, кассета. Я такой подумал, звонок, кассета. Некоторые люди, ну это конспирологи, утверждают, что у Путина есть какие-то кассеты, порочащие Трампа. Потому что он в Москве зажигал, в гостиницах во время проведения конкурса красоты. Я в это бредятельно не верю, поэтому кассету отложим в сторону. Оставим чисто звонок. Но даже, все равно, вот этот фильм «Звонок», он продолжает нас преследовать. Я почитал сюжет фильма «Звонок», я весь его пересказывать не буду, слишком много бреда. Но в конце выясняется, в конце этого фильма «Звонок», что у главных героев, оказывается, была приемная дочь по имени Самар. Самар. И что всех губит, оказывается, именно Самар. И дальше нужно освободить этот дух Самары. Ей приходит видение, в котором Анна душит Самару и бросает в колодец, где она умерла 7 дней спустя. Труп Самары всплывает на поверхность воды. И но кричит Рэйчел, что их семидневный срок истек. На следующий день Рэйчел сообщает сыну, что дух Самары освобожден. Однако Эйден говорит, что помогать Самаре была ошибка, ее невозможно остановить. Испуганная тем временем в своей квартире, но сталкивается с вылезающим из телевизора мстительным призраком Самары, который убивает его своим взглядом и так далее, и так далее, и так далее. Вот я думаю, что здесь авторы этого мистического абсолютно фильма мистически предугадали, что будет происходить. Дух Самары. Самара, как вы знаете, это городишко в России, где как раз базируется российская авиация, которая бомбит сейчас украинские города, взлетая оттуда из этой самой Самары. Так вот именно таким образом Самара вылезает фактически из телевизора и убивает украинцев. И вот сейчас вопрос во время всех этих звонков между Трампом, Путиным, Шольцем, Зеленским, выпускать дух Самары или спасать дух Самары, или спасать эту Самару, вот в этом будет вся интрига. А пока интрига такая. Вчера вечером приходит сообщение многочисленное, это уже было, по-моему, после нашего с вами стрима, что Трамп все-таки позвонил сам Путину. Ну, конечно, в России праздновали, в России решили устроить даже 10 ноября праздничным днем объявить, день звонка Трампу Путину. Шучу. Не, ну это было бы логично. Слушайте, это впервые цивилизованный человек позвонил в Россию за последние два с лишним года, после звонка Макрона и поездки Шольца. Так что это было бы чудом, да? Думаю, что они все-таки впишут в календарь праздничных дней, 10 ноября, звонок Трампа Путину. Вот. Дальше стал я искать какую-то информацию об этом звонке и решил, что опереться я могу скорее на западные СМИ, в этом смысле, на Вашингтон-Пост, которым об этом впервые и сообщил. «Трамп talked to Putin, told Russian leader not to escalate in Ukraine». То есть в заголовок Вашингтон-Пост вынес то, что Трамп позвонил Путину и то, что Трамп потребовал от Путина не устраивать больше эскалаций в Украине. Ну а дальше, приводя подробности этого звонка, что пишет Вашингтон-Пост? Первое, что я хочу сказать, что Вашингтон-Пост постоянно в своем тексте ссылается на неких представителей окружения Трампа. Соответственно, внутри редакции Вашингтон-Пост есть их фамилии. Да, все на условиях анонимности это говорят, но это не из пальца высосано, это не какие-то YouTube-аналитики, типа что Тремана говорит, да, нет, это по-настоящему. Это Вашингтон-Пост, они отвечают за свои слова, у них есть под запись, кто это сказал. Итак, люди в окружении Трампа сказали, первое, что Трамп во время этого разговора приказал Путину не эскалировать войну в Украине. Что это означает не эскалировать? Ну, видимо, он имел в виду не подтягивать корейские войска, не включать их в эту войну, не знаю, не разрушать заново энергетику, это тоже было бы эскалацией нашу. Наносить удары по атомным станциям это эскалация и так далее, и так далее. Дальше, он напомнил Путину, это согласно ссылкам на тех же самых людей, что в Европе стоят значительные американские вооруженные силы. То есть, что если ты все-таки будешь эскалировать, то мы тебе устроим порку, массовую такую публичную порку, господин Путин. Это сообщил тоже Трамп Путину. Но это мы ожидали, он это и обещал. Трамп в своих предыборных обещаниях что говорил? Я позвоню Зеленскому, я позвоню Путину. И я скажу Путину, что давай, значит, заканчивай, иначе я тебе устрою секты. Вот он сказал, давай заканчивай, иначе секты. Но пытался, то что сообщают нам эти же самые источники, что обсуждался вопрос того, как именно закончить войну в Украине. В частности, Трамп обсуждал с Путиным, какие территориальные уступки требует Путин от Украины. Что нам крайне неприятно, но мы понимали, что без этой дискуссии, безусловно, не обойдется. То есть люди, знакомые с содержанием звонка, сообщили Вашингтон-Посту, что обсуждал он действительно и вопрос оккупированных территорий. Дальше. Вашингтон-Пост говорит, что, мол, украинцы об этом заранее были предупреждены, об этом звонке. Но, внимание, МИД Украины сообщает. Сведения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке являются недостоверными, Украина не могла одобрить или выступить против этого звонка, сообщил украинский МИД. Ух, стало интересно мне. Какая интересная разводка. А дальше сегодня утром приходит вообще феноменальная новость. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Песков опроверг сообщение о телефонном разговоре Путина с Трампом 7 ноября. Это полностью несоответствие действительности. Это чистая выдумка. И тут мне нужно куда-то деться. Извините из этой ситуации. Я могу, конечно, подключить конспирологию Соловья и сказать, что Песков имел в виду, что он там, Трамп звонил, но говорил не с настоящим Путиным, а с его двойником. Но давайте это мы... Я думаю, что на этом будет танцевать Соловей. Это его жанр. И мы этим заниматься не будем. Дальше я могу вспомнить, что Песков всегда врет. То есть, соответственно, он на всякий случай наврал. Но я не могу понять, зачем. Казалось бы, Путин должен гордиться, что ему позвонил Трамп. Возможно. Знаете, что их могло смутить? Что по сообщениям прессы, я не помню, это было в самом Вашингтон-Посте или какие-то последующие публикации, что за эти три дня, прошедшие после выборов, Трамп совершил 70 звонков мировым лидерам. 70. 70. Разным людям. То есть, что Путин проходил под номером 69. Ну, вы поняли намек. То есть, ему заранее обозначили ту позицию, которая у Путина должна быть на переговорах, иначе ему да. Именно это могло обидеть Путина, что ему позвонили именно 69-му. Не первому, и не второму. Не сразу после Зеленского, а именно 69-му. Может быть, поэтому Песков отрицает этот факт. Но мы пока имеем от Трампа ровно все, что он обещал. Пока, к сожалению, так. Пока он позвонил Путину. Но, давайте так. Если прав осышает пресс и нас посадят с россиянами за стол переговоров, то, естественно, американцы должны принести дорожную карту. Они должны принести проект договора. Без этого чего они нас будут сажать за стол переговоров с россиянами? Чтобы мы им просто морды били? Нет, не годится. И вот этот проект договора сегодня помощники Трампа. Я не знаю, кто эти люди, кстати. Никто не знает, кто эти люди, что самое ужасное. Вот самое для нас страшное в политике Трампа, честно, это полная непрозрачность. Вот у Байдена мы все насквозь знали все эти лица, извините, простите. Мы знали точно, кто из них что кому скажет, кто какую позицию занимает и как принимаются решения в администрации Байдена. Как принимаются решения в администрации Трампа, мы сегодня не знаем. И, скорее всего, все четыре года будем пытаться это угадать. Но не угадаем, потому что система будет все время меняться. Сейчас они разрабатывают для нас так называемый, в кавычках, мерный план. Я знаю, что среди вас, дорогие зрители, есть те, кто говорит, давайте уже, блин, в любой ценой заканчивать, прямо сейчас, пусть будет перемирие по линии разграничения, черт с ним, ну куда уже, хватит. Таких людей много, и я вас понимаю. Потому что ваши родные сейчас на фронте, или вы сами на фронте, и я прекрасно вас понимаю. Я понимаю и тех, кто говорит наоборот, в том числе и люди на фронте, и те, у кого родственники, ни в коем случае мы не должны сдаваться россиянам, мы должны добивать их всех, кто на нашей территории. Не может быть такого, что россиянин на нашей территории оккупант, а мы не имеем права его уничтожать. А ведь это будет предусмотрено этим договором. Я понимаю и одних, и других. Но пока я не могу сказать вообще даже близко ничего ни в одну, ни в другую сторону. Я вам говорю следующее. Да, будет переговорная группа. Да, будет мирный план от американцев, от команды Трампа. Да, они предложат его Путину. И вот дальше два сценария. Путин более-менее соглашается или более-менее отказывается. Я ставлю здесь на то, что он более-менее откажется. То есть я ставлю на то, что перемирие не будет в таком формате. Но это всего лишь мое предположение, исходя из речей Путина, исходя из речей его окружения, исходя из того, в чем вообще может быть заинтересован Путин. В продолжении войны или в ее приостановке. Я считаю, что в продолжении. Но тут я могу быть неправ абсолютно. Поэтому почти достоверно я могу сказать только события первой недели трамповского президентства, а второй недели уже не могу. Вот такой звонок, звонок 3, звонок мистификация, звонок Шрёдингера, который одновременно вроде и есть, и одновременно вроде бы его и нет. И тут вдруг начинается. Хорошо. Мы точно знаем, что Трамп позвонил 70 лидерам, в том числе Зеленскому. Знаем. Мы не знаем, получается, ну как бы, разные стороны говорят разные. Кстати, сам Трамп вообще ничего пока не говорил про этот звонок. Путину. После этого Шольц. Вдруг появляется Шольц, который только что обозвали идиотом, и говорит, что хочет поговорить с Путиным в скором времени. Это типа что такое? То есть не хотел, а теперь как бы увидел, что Трамп звонит, так теперь и мне типа не зазорно. Не хотел быть первым в этой очереди к Путину, что ли? Я, говорит, ответственный политик. Да, я, говорит, решил поговорить с Путиным в нужное время, сказал Шольц. Значит, в газете «Тагис Шау». Но, говорит, я ответственный политик, я не буду делать это в одиночку. Вот «я не буду делать это в одиночку» звучит как... Поняли, да? Тихо с собой левую рукой я вести беседу не буду. Мне нужен партнер, сказал Шольц. Ну, извините за скаберзность, но куда тут деваться-то? Что, значит, я это не буду делать в одиночку? Типа, раз Трамп звонит со своим маском, то я тоже с кем-то должен вместе позвонить Путину? Типа, вы кто-нибудь наберите Путина, а потом наберите меня, чтобы я тоже был на звонке? Что, если я не буду делать этого в одиночку? Диалог с Путиным потребует многих контактов и переговоров со многими другими людьми. Вы на кого намекаете, товарищ Шольц? На кого намекаете? Этот вопрос надо обсудить с Украиной. Вот это спасибо, это правильно. А то, видите, если верить Вашингтон-Пост, с нами тот звонок никто не обсуждал. На уточнение, когда наступит это время для переговоров с Путиным, канцлер ответил, вскоре. Вот прямо знаний нам прибавилось по этими звонками. Знаний нам прибавилось. Но, значит, Шольц... А, кстати, да, Шольц при этом позвонил Трампу, чтобы вы понимали. Это прямо еще один звонок во все эти треугольники. Многоугольные фигуры у нас образовываются. Трамп звонил, значит, Зеленскому, Шольц Трампу, Трамп, наверное, Путину, Стармер и... Кто у нас там? И Макрон звонят сегодня Байдену. Все пытаются со всеми. Потому что у них у всех как бы поджигает, подгорает. Они все боятся остаться в стороне, и все боятся сделать первый шаг. Все ждет, когда этот первый шаг сделает Трамп. Ну, кроме нас, конечно, мы-то уже свои шаги все сделали и делаем каждый день, и наши бойцы вот сейчас прямо на фронте это все делают. Ну, и, знаете, заканчивая тему звонков, вот этих звонков ужаса. Почему ужас? Потому что они на нас навевают ужас. Слушайте, ну, когда вы смотрите фильм «Звонок», если вы действительно любитель этого жанра, то вас слегка потрясывает. Вот меня потрясывает от этих новостей. Я уже... Каждые полчаса получать новую новость о том, как нас делят, как решают нашу судьбу без нас. Порадовал меня только премьер-министр Израиля. Снова возвращаемся к Израилю. Бениамин Нетаньягу. Он сказал, что за последние дни трижды разговаривал с Трампом. За последние несколько дней я трижды разговаривал с Трампом. Это были хорошие, очень важные разговоры. Переговоры призваны еще больше. Укрепить прочный союз между Израилем и США. Мы сходимся во взглядах на иранскую угрозу по всем ее компонентам и опасности, которые она представляет. Вот так. Трижды. Трижды. Как это? Не успеет петух проключать три раза, как ты сообщишь о том, что трижды разговаривал со мной. Сказали бы мы про Нетаньягу. Но вот человек умеет хвастаться. Это я понимаю. Трижды звонил в Трамп. Молодец. Молодец. Не, ну, кстати, я искренне говорю о Нетаньягу, что он молодец. И как публичный человек он умеет продавать даже, наверное, лучше, чем Зеленский иногда. Такие вот вещи. Посмотрите. Я из другой лиги. Я с самим Трампом три раза разговаривал. Три раза. Вот вы по одному, я три. Вы даже один-то сомнительно как. Ну и, наверное, вот эту всю бессмыслицу этих переговоров можно подвести итог этой бессмыслицы переговоров, но не сегодняшнему видео, пока вы ставите лайки. Фразой Маска из его твиттера он сказал, что скоро бессмысленным убийством придет конец, время поджигателей войны вышло. Мне вот даже интересно. Он написал у себя в твиттере скоро бессмысленным убийством придет конец, время поджигателей войны вышло. Он про кого? Кто эти поджигатели? Поджигатели все в России. Ну, кроме там Ирана, и в Иране, и в Северной Корее. А он про кого? Он про нас, что ли, тоже? Время поджигателей войны вышло. Бессмысленным убийством. А по его мнению, это бессмысленно, как бы, уничтожать человека, который пришел к тебе в дом воровать и грабить. Это бессмысленные убийства? Или все-таки осмысленные? Он про какие бессмысленные убийства? Каким именно бессмысленным убийствам придет конец? Вот видите, как хорошо занимать такую безответственную позицию, когда ты можешь ляпать все, что хочешь, потому что ты государственный должность не занимаешь, а при этом в ухо надуваешь президента США все, что хочешь. Самая выигрышная позиция сегодня, конечно, в мире у Трампа. И эту штуку, эту ставку сделала Российская Федерация. Тут вот страшно. Это большая победа россиян, реально, то, что они получили себе такого союзника. Ну, а пока мы совершенно бессмысленно, на зло Трампу, поджигаем химические комбинаты внутри Российской Федерации. Украинские дроны поразили химкомбинат на Тульщине, который производит боеприпасы. Все это было еще, по-моему, в субботу. Но вчера я вам не успел рассказать, поэтому сегодня как же не порадовать вас. Прилет беспилотников на химкомбинат. Прилет массированный достаточно. 13 беспилотников долетели до Олексинского химкомбината в Тульской области. Химкомбинат входит в корпорацию Ростех, производит порох и боеприпасы. И, походу, мы попали ровно в тот цех, который производит порох, потому что он, в конце концов, и сдетонировал. Отдельно потом мы добавились уже прошлой ночью, с ночью с субботы на воскресенье, тем, что нанесли огневое поражение по складам с боеприпасами 1060-го центра материально-технического обеспечения в Брянской области. Причем тут, скорее всего, я не верю опять, что это какие-то мифические беспилотники. Я думаю, что это наши ракеты. Ну, собственно, Зеленский сказал, что у нас 100 ракет мы уже произвели, могли своими ракетами, собственно говоря, и разнести этот склад. Там тоже вторичная детонация, доказывающая, что это именно склад боеприпасов. Ну и сам Зеленский пояснил всю эту катавасию тем, что, да, российские военные объекты становятся все более достижимыми. Прежде всего, говорит, слава благодарности нашим воинам, которые обеспечивают удары наших дронов. Каждый вид, как это работает. Дроны на фронте, а также наши дальнобойные дроны в глубоком российском тылу, поблагодарил президент всех. А у нас вечером еще случилось, извините, сегодня утром случилось удивительное событие. Прямо день сурка, а только день Борреля. Известно, что такая традиция, помните, в Пенсильвании, что смотрят, если вышел сурок из своей норы и увидел свою тень, то весна продлится еще 6 недель. Или наоборот. И вот сегодня из своей норы утром вылез Боррель. Прямо в Киеве, серьезно, Боррель, глава дипломатии Евросоюза, вылез из норы в центре Киева, где он сидел и прятался от российских несуществующих ракет. Ракеты, как вы знаете, не прилетели, но Боррель-то успел спрятаться. Вылез он из киевского укрытия и сфотографировался на фоне этого укрытия. И сообщил у себя в социальной сети, «Ха! Начиная свой день в Киеве в укрытии, когда Россия осуществляет очередную ракетную атаку». А Россия-то и не выстрелила, да? Это ежедневная реальность для украинского народа с момента полномасштабного вторжения России. Неизвестно, увидел ли Боррель свою тень, когда вылез из укрытия, и продлится ли как бы еще зима, осень еще на шесть недель, или уже наступит зима, не могу вам сказать. Но если серьезно, то Боррель наш друг. Боррель заканчивает свою каденцию на посту главного дипломата Евросоюза, к сожалению, заканчивает. И Боррель, он приехал с хорошими новостями к нам в Киев. Уже какой-то его 18-й по счету визит, что ли, или какой там, не помню. Не помню, какой по счету визит Борреля. Напоследок такой прощальный, последний, случайный. Приехал он сообщить, что будет вводить 15-й пакет санкций Евросоюз против россиян. Мы ждали этого пакета уже с 24 февраля этого года. Европейская поддержка Украины была моим личным приоритетом во время работы на должности главного дипломата ЕС. Она остается в числе главных пунктов повестки дня Евросоюза, пообещал нам Боррель. Да, это пятый его визит в Киев во время войны. И 15-й пакет санкций он к нам привез. В этом пакете будет, к сожалению, не будет ограничений, похоже, против новых отраслей, а только возможность пресечь поставки из третьих стран. То есть это будут санкции против представителей разных третьих стран. Ну а место Борреля занимает бывшая премьер-министра и стройника Каллас, которая наш еще больше друг, еще больше враг России, чем Боррель, если вообще это бывает возможно. Ее, к счастью, утвердили. Поэтому в этом смысле у нас все хорошо. Ну и совсем напоследок, закончить этот выпуск, пока вы ставите лайки, пока вы подписываетесь, я хочу словами одного российского оккупанта. Главное – нести добро людям. Я, говорит, горжусь, что несу добро людям, сказал российский оккупант. Сегодня это видео выложил у себя в телеграмме Невзоров, как всегда, мой любимый. Да, я, говорит, несу добро людям. Чем занимается этот российский оккупант на наших территориях, расскажу. Он из похоронной команды, он ищет трупы россиян, уничтоженных нашими военными, и выносит их с поля боя туда, в тыл, увозит их и передает семьям трупы россиян. И прямо вот он идет по окопу, где множество российских убитых нашими военными россиян, много-много, прям реально все усеяно. Прям поле-поле, кто тебя усеял мертвыми костями. Идет, значит, этот русский оккупант и приговаривает на камеру, как хорошо, что я несу добро людям, доставляю их трупы домой. Несите добро людям, но не будьте, как этот русский оккупант. Завтра встретимся, а сегодня лайк, прям репост, бла-бла-бла. Субтитры создавал DimaTorzok